всем привет вы на канале вуаля аз и с вами я и рада наступили первые холода и многим из вас наверняка захотелось горячего супчика я и моя семья не исключение сегодня поделюсь секретом как я готовлю очень вкусный полезный и сытный гороховый суп потратить на это всего лишь 30-35 минут ну от силы и так мне понадобится 300-350 грамм мяса у меня сегодня баранина можно взять ковядину я его отварила с вечера процедила бульон затем мясо и бульон в отдельности положила в холодильник моя кулинарная практика показала что управлять охлажденным мясом гораздо легче его легко и аккуратненько можно нарезать на мелкие кусочки одна большая головка репчатого лука также по одной штуке картошка и морковь по половинке красного и зеленого болгарского перца этот дуэт делает суп невероятно душистым 2 штуки лаврового листа пару ложечек томатного соуса можно заменить на одну чайную ложку томатной пасты топленое масло две столовые ложки соль примерно 1 чайная ложка пошла на мясо и почти пол чайной ложки при варке самого супа также я кладу 5-6 штук замороженной алычи можно положить сушеную ну и непосредственно сам горох объем моей кастрюли в которой я буду варить суп один из 7 литров на такой объем я беру три четверть стакана гороха я его сразу помыла и положила воду чтобы он смягчился раньше коров приходилось замачивать еще с вечера сейчас замачивать коров на 10-15 минут более чем достаточно а из приправ беру куркуму красный и черный перец вы ориентируйтесь уже на свой вкус что ж начнем нарезаю лук мелко чем меньше тем лучше чуть-чуть солю так он становится более вялым а после обжарки практически незаметным если вам не удается или просто лень нарезать лук достаточно мелко можете подключить процесс блендер пока жарится лук готовлю все остальные овощи и мясо морковь и перец нарезаю кружочками шириной не более двух миллиметров картошку режу кубиками один на один сантиметров а мясо чуть-чуть покрупнее чем картошку обжарив лук даблетного золотистого цвета отправляю в кастрюлю морковь уменьшив огонь чуть-чуть туши их вместе не более чем 3-4 минуты добавляю томатный соус туши все вместе еще пару минут кастрюлю убираю с огня на 4-5 минут это делает лук более вялым и он не набухает и не приобретает очень неаппетитный вид когда нажали на лук сверху льется бульон такой метод хорош если вы порезали лук они пропустили через блендер принципе с блендером вообще никаких проблем после наливаю в кастрюлю бульон и тут же насыпаю весь горох варю здесь 15 минут после чего накидываю бульон картошку перец мясо лавровый лист все вместе варю еще 6-7 минут и все можно выключить плиту а саму кастрюлю оставив на плите и последние штрихи насыпаю пряности и закидываю в суп алычу перед подачей на стул сверху насыпаем мелко нарезанную зелень и добавляю сухарики вуаля легкие приготовления обогащенные микроэлементами очень вкусный сытный наваристый гороховый суп готов попробуйте приготовить такой обед ведь ничто не заменит домашнюю кухню для современной семьи из трех-четырех человек такого супа хватит на два-три дня и это не какой-нибудь легкий супчик а самый полноценный обед первое и второе два в одном если видео оказалось полезным для вас не забудьте ставить пальцы вверх подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео каждый понедельник и пятницу новые видео на азербайджанском а в среду и воскресенье на русском не пропускайте уверяю вы найдете много интересного на моем канале пока пока и до новых встреч